Командная игра с мячом популярна во всем мире. Основы русской лапты есть в американском бейсболе, английском крикете, кубинской пилоте. Вот и фестиваль детских национальных игр в Ульяновске открыли сбитой в руках. Мастер-класс показали уже опытные спортсменки. Присоединиться мог каждый. Желающих собралось много. Школьники и их родители тренировались держать удар. Это подтверждает, лапта вновь набирает популярность. Это точно, потому что ездили сейчас на чемпионат, приехало 14 команд. И за, считай, 10 лет пребывания в данном виде спорта я никогда не увидела такое количество. 100% да. Конкуренция растет, массовость растет. И ее стараются в разных регионах России развивать по максимуму. Игра в лапту стала одной из первых, которую организовали на футбольном поле в парке «Семья». Отремонтировать площадку для занятий помог грант при поддержке движения первых. Он же помог провести фестиваль в Ульяновске, а его посвятили Дню Народного Единства. Дети довольны. Как вы видите, у них в виде квеста выстояна вся программа. Здесь есть шесть локаций. Городки, лапта, мастер-классы, аквагримы, веселые старты. Все эти площадки в виде квеста и с чек-листами, они должны обойти, получить печати. И в конце они от нас получат еще небольшие призы. Каждый ребенок получит призы. Одним словом, скучать не приходится. Со сцены мелькают национальные костюмы, звучат песни разных народов мира. По центральной площади гуляют герои любимых мультфильмов «Чебурашка», «Богатырский конь». Те, кто уже успел пройти испытания, поделились впечатлениями. Понравилось все. Особенно веселые старты. Ну, что там была командная работа. Мы там проходили с командой вместе. Были интересные задания очень. Интересно было и на мастер-классах. Ребята сплели фенечки из атласных лент цвета. Каждый выбрал по вкусу. Некоторые подошли к заданию креативно и смастерили браслет в гамме главных государственных символов стран. Я люблю, по крайней мере, из чего-то плести. У меня даже дома есть резинки, я из них плету. Ну, не есть, я и хочу заказать плести. Я умею, потому что плести. В основном все участники фестиваля – ученики соседних с парком «Семья школ» и жители Засвияжского района. Праздничная программа рассчитана на два дня. В планах у организаторов расширить географию мероприятия. Это позволит организовать подобные развлекательные площадки в каждом парке города. Александра Никитина и Бахтияр Салтанов. Улправда. ТВ.